Не надо печалиться, вся жизнь впереди, как в одной советской песне написано. Это я к тому, что очень много у нас, во всяком случае, в нашем городе, тем более уж и в Москве, и во многих других городах нашей страны, клубов, где играет огромное количество групп. Рок-музыка – это вообще музыка клубов, на самом деле. Что бы ни говорили любители стадионов, любители больших арен, это музыка клубов. Все выросло из клубов, и все в клубы возвращается. И слава богу, потому что только в клубе можно приблизиться к артисту, посмотреть ему в глаза, увидеть, как он на самом деле играет, как у него, что происходит с руками, с лицом, с дыханием. Не в техническом смысле, а в эмоциональном. Просто вот почувствовать рядом артиста. И у нас с этим делом очень хорошо все, на самом деле. Потому что стоит прогуляться по клубам, каждый день масса групп играет и в будние дни, и в выходные, и там когда угодно. Групп известных, групп неизвестных, но которые могут стать известными уже завтра, или послезавтра, или через неделю. А что творилось в Лондоне в конце 60-х, да, можно только представить и мысленно насладиться происходящим. Вообразить, что мы сидим дома и выбираем, куда пойти. На концерт Faces, на концерт Humble Pie, на концерт Джона Майла, на концерт Deep Purple, на концерт, там, не знаю, Moody Blues, на концерт Сауэй Браун, на концерт... Я говорил уже про Сауэй Браун или нет? Ну, неважно. Там, на Джеффа Бека, на Рода Стюарта, куда угодно. И, в принципе, все были равны. Можно пойти на Pink Floyd, можно пойти на Soft Machine. Все, пожалуйста, сколько угодно. Плюс еще десятки групп с названиями, которые в нашей стране малоизвестны. Или вообще неизвестны. Но, поскольку мы с вами общаемся давно, то я думаю, что люди, которые смотрят мою трепотню, они знают все те группы, про которые я говорю. Вот, например, группа Mighty Baby. Я вообще с трепетом отношусь к пластинкам, которые записаны там в 69-м, 67-м, 68-м, 65-м годах. Душевный трепет они у меня вызывают. Но это, правда, переиздание. Слава Богу, что переиздания появились. Потому что такие пластинки стоят, не знаю, там, 300 фунтов, 500 фунтов сейчас, 700 фунтов. Оригинал Mighty Baby, я не знаю, где, так сказать, можно. Ну, вообще, один мой очень хороший знакомый, продавец музыкального магазина, сказал такую вещь, что понятие редкости сейчас вообще отсутствует. Сейчас нет редкостей. Сейчас, благодаря интернету, можно найти и купить любой так называемый раритет, любой первопресс, любое первое издание любой практически группы, были бы деньги. То есть, редкость как таковая, она сейчас уже исчезла. Ну, может быть, считанные пластинки, там, считанные 10-20 наименований, там, 30, ну, 50, пускай можно назвать, которых не найти. А так, в принципе, любое издание любой страны, потому что я тут как раз, когда говорил о Moody Blues, почитал одну статью одного коллекционера в интернете, как раз про Moody Blues, мою любимую группу, и он там перечислил все издания, пластинки, о которой я говорил. И, в общем, их много, да, и Франция, там, и Израиль, и Англия, Америка, само собой, Германия, что угодно, азиатские страны разные, в общем, очень много. И при желании все это можно сейчас купить. Но вопрос не в этом, вопрос вот в переиздании пластинки Mighty Baby. Много народу знает у нас в стране про группу Mighty Baby, английскую. Думаю, что не очень много, хотя достаточно, потому что информация о ней есть, и пластинку, как вы видите, я тоже в магазине спокойно пошел, да и купил. Правда, тираж очень маленький, поэтому я думаю, что они уже кончились. И следующего тиража можно ждать, можно не ждать, потому что это вам не Дэвид Боуи, это вам не Лед Зеппелин, и уж тем более не Пинк Флойд, которые покупаются всегда. Пинк Флойд – это одна из самых кассовых групп в нашей стране. Любой магазин всегда затаривается Пинк Флойдом, и он уходит, 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 уходит с гарантией. Всегда проблем нет. Насчет Mighty Baby большой вопрос, поэтому и маленькие тиражи, и там, по ту сторону океана, и по ту сторону границ, та же самая история. То есть старые пластинки выпускаются небольшими тиражами, а потом они мигрируют, потому что люди так же начинают их продавать в интернете, менять на что-то, на другое старье какое-нибудь, потом на третье старье. Ну, у тех, кто музыку любит, они оседают. Вот, я заболтался, Mighty Baby. Что это такое? Алан Кинг – гитара-вокал, Роджер Пауэлл – ударные, Майкл Иванс – бас-гитара, Мартин Стоун – лид и слайд-гитар, Ян Уиттермен – вокал, флейта, саксофон, орган, фортепиано, перкуссия. Записано и издано в 1969 году. Английский бэнд. Бэнд такой, в общем, можно сказать, что это первый эшелон по звуку, по песням, которые здесь присутствуют, по тому, как все это сыграно, как все это спето. И похоже, похоже, на что похоже? Некоторые песни похожи, например, на Высба Нэш. Можно что-то общее найти в манере пения, в манере построения песен, в гитарной игре в особенности. Единственное, что здесь нет сдвоенной гитарной игры, интервальной. Здесь есть гитарные партии, конечно, там, сыгранные двумя инструментами, но они не в интервал играются, соло, как Высба Нэш, или как потом Джудас Прист стали играть. Вот эти все склеенные гитарные партии. Здесь гитары играют свободно, по-разному, и очень много, и очень красиво. Очень здорово, если кто любит гитарные импровизации. Я в детстве обожал вот эту штуку. И когда приходила незнакомая классинка какая-то, мы с друзьями спрашивали, а там есть гитарная импровизация? Есть, берем, будем вот это вот, часами будем слушать, переться от этого. Но здесь гитарные импровизации не такие идиотские, а очень красивая просто гитарная игра. Я даже не назову это импровизациями, я назову это просто очень хорошими гитарными партиями. Очень все здорово. Как я уже говорил, группа такая из тусовки, не люблю это слово, как-то выскочило, Из общины хиппи английской Волосатые, в рваных джинсах Все как надо, все правильно Но очень сильные музыканты Вот гитарист этот самый Павел Он, не Павел, в смысле Павел это барабанщик Мартин Стоун Мартин Стоун, он играл в группе Саввы Браун, например В классической блюзовой, мощнейшей британской группе Саввы Браун Про которую я как-то говорил Буду говорить еще, потому что пластинок у них миллион У Саввы Браун И существует просто вот Всю историю рок-музыки, как она идет Они так все и существуют, как Роллинг Стоунс примерно Вот И артисты эти играли не только с Саввы Браун Они играли в массе разных групп Ну как играли в массе разных групп Они помогали при записи огромному количеству музыкантов Огромному количеству групп Потому что технически очень хорошие музыканты Несмотря на то, что они хиппи У них с мозгами, с координацией было все в порядке Это слышно на данном альбоме Вот первая песня Egyptian Tomb Egyptian Tomb Egyptian Tomb Про Египет, естественно И она по-хипповски, конечно Уходит туда В эти такие псевдовосточные штуки Два аккорда Один аккорд Повторение мелодической фразы Гитарной Очень красивый вокал И она длинная И она такая медитативная С одной стороны А с другой стороны Вообще, Майти Бэби Отличает от всех вот таких Условно говоря Психоделических групп Жесткий бит Они все на жестком бите Все песни здесь на жестком бите Они не разваливаются Не расплываются В какие-то такие медитативные Ситарные Полеты, размышления Они все Сыграны В рок-н-ролле В хорошем смысле Это не рок-н-ролл Рок-н-ролл В глобальном смысле То есть это рок-музыка С нормальной ритм-секцией С нормальным басом Качающая Раскачивающая Но качающая не так Как Опять-таки Никночь будет помянут Джудас Прист А качающая Ну, как я уже говорил Как в Ишбанэш Примерно Она такая моторная Но Мотор мощный С С Такой амплитудой Достаточно Широкой Но не частой Не дерготня В общем Одним словом И вот это Египтян Тумб Она прямо так Вот сразу Так Затянула Слушаешь гитарную Игру Очень внятную Продуманную Вдумчивую Очень хорошую Две гитары Играют Прекрасно А следующая песня A friend you know But never see Как бы вторая часть Этой самой Египтян Тумб Только быстрая Только пошел Драйв уже И сверху Пошли соло Пошел вокал Многоголосье Все как нужно Органчик Все красиво До безумия И Очень качественно Настолько Качественная музыка Настолько Хорошие Внятные песни Что Я расскажу потом Почему не было Дальше продолжения О Mighty Baby Не потому что Группа Не пользовалась Спросом Не пользовалась Популярностью Или Плохие песни Которые все забыли Ничего подобного Там другая была История I've been down so long Третий номер И Same way from the sun I've been down so long Немножко расслабон Немножко Акустические Гитары Заиграли Но потом Вернулся Рок Опять И Same way from the sun Просто уже В какую-то В какую-то Тяжесть Такую Под конец Уходят Вот здесь Уже немножко Таких Психодерических Вольностей В конце Ну Это тоже хорошо Это тоже интересно Это здорово Ну Моя любимая Здесь штука House without windows Опять-таки Дом без окон Как у Moody Blues Дом В котором Четыре двери У Андрея Макаревича Три окна Та же самая история House without windows Вот она ближе всего К Wishbone Но опять-таки Это не эпигонство Не плагиат Не то чтобы это Прямо Вот Прямо как Wishbone Но она такая Хорошая С мягким вокалом С одной стороны Музыка Рок Нормальный Но прозрачный И мягкий Такой мягкий Плотный Прекраснейший Гитарный звук Удивительный Совершенно Немножко убраны Высокие И такая Гитара Которая не лезет Вперед Не режет Не разрезает Вас Как там Как у Ричи Блэкмара Стратакайстер Например Которая режет Просто сразу А она так Высокие Прибранные И Прекрасный Какой-то такой Поющий у нее звук Играет гитарист Восьмыми В основном Тоже не вот эти Вот этого вот Нету ничего Вот этих Шестнадцатых Тридцать вторых Шестнадцатые есть Но восьмыми В основном Внятная соло Красивая С хорошей фразировкой Так Так прямо Качает Так здорово Любимая песня Вот эта House Without Windows На второй стороне Купите пластинку И слушайте Начиная со второй стороны Хотя Egyptian Tomb Тоже прекрасная песня На первой Ну а дальше Friends of the City Пошли буги Неожиданно Но буги В осмыслении Mighty Baby Не просто там Буги-вуги Какие-то А Основа Такая Блюзовая буги И сверху опять-таки Красивое пение Красивые партии Гитарные Орган Духовые В виде флейта Там присутствуют Как и везде Все очень здорово I'm from the country Немножко уход в кантри Чуть-чуть Но опять-таки Не то что там В кантри пошли Как Элвис Пресли Куда-то там А Кантри Лондона Шестьдесят девятого Года Кантри Лондонского клуба Куда пришли Взрослые Парни Волосатые Со своими подругами Послушать настоящий Английский рок Вот такое там Примерно Кантри И последняя песня Завершающая Она Снова уходит В конце В психоделические полеты Гитарные Свободной формы Сначала все структурировано А потом в свободную форму Пошли гулять Затихли Фальшфинал Потом После фальшфинала Снова возвращение К этим Неземным Совершенно Звуком Полетам Удивительным партиям Очень кайфовая Пластинка Майти Бэби Первый альбом Так и называется Майти Бэби У них всего два альбома И еще два альбома Вышли уже в двухтысячных Запись какого-то концерта Я ее не слышал И какой-то сборник Ранних записей Музыка 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 такая Явно не заточена На радио Явно не заточена На производство хитов Люди играют В свое удовольствие Сочиняют песни Как им нравится А потом Они взяли Да уехали в Марокко И приняли там Мусульманство И на этом История группы Закончилась Правда В Марокко Они образовали Другую группу С другим названием И играли совершенно Другую музыку Но Mighty Baby Прекратила свое существование Однако Два альбома У нас Доступны Один из них У меня есть Я с удовольствием Его слушаю И вам советую Пошель Пить Бай-бай